В 2022 году Россия занимала второе место в мире по объему экспорта вооружения, уступая США в два с половиной раза. Ракет, танков, снарядов и другого оружия российской армии хватало для активных действий в первый год полномасштабной войны России против Украины. Но запасы Кремля истощаются. Эксперты ссылаются на статистику, если весной 2022 года российская армия в сутки выпускала по 60 тысяч снарядов, то сейчас около 10 тысяч. Темпы нынешней войны таковы, что этих ресурсов для российской армии критично не хватает. Почему? Потому как перед началом полномасштабной российской агрессии на складах, базах и арсеналах в российской армии находилось примерно 14 миллионов снарядов. Уже с постоянной сегодняшний день россияне использовали более 10 миллионов этих самых снарядов. То, что осталось на складах, требует определенных регламентных и восстановительных работ, что, соответственно, не обеспечит в полном объеме все запросы российской оккупационной армии. Именно поэтому они вынуждены идти на поклон и запрашивать эти артиллерийские снаряды у правительства Исламской республики Ирана, у правительства Северной Кореи. С августа 2023-го КНДР передала России около миллиона артиллерийских снарядов. Северная Корея даже послала в Федерацию советников, которые дают рекомендации по использованию этих боеприпасов. Иран тоже продолжает поставки вооружения стране-агрессору. В Минобороны Украины сообщили, что 10 января 2024 года из Тегерана в Россию прибыл новый грузовой самолет, на котором могли находиться беспилотники-шахеды. Известно официальное сотрудничество и в начале полномасштабного вторжения с Беларусью, что касается и поставки определенной номенклатуры вооружения и снарядов и ремонта техники. Но в целом стран, правительств, которые официально готовы поддерживать государство-агрессора, государство-террориста и режим Путина, и Российскую Федерацию имеется в виду их мало. То есть даже ближайшие соратники публично сторонятся такой поддержки и стараются избегать подтверждения этого. Андрей Юсов, представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины. В эфире марафона «Едині новини». Развивать ВПК в условиях санкции и кадрового голода России все сложнее. Низкое качество материалов, дефицит комплектующих и нехватка квалифицированных сотрудников значительно усложняют процесс. Технологические возможности Российского оборонно-промышленного комплекса небезразмерны. Уже сейчас Российская оборонная промышленность чувствует нехватку станков, числовым программным управлением. Ей критично не хватает определенных элементов оборудования, техники, элементных баз, которые позволяют превращать оружие в современное, высокотехнологичное, соответственно, высокоточное. Поэтому я думаю, что у россиян есть определенные проблемы. В ГУР отмечают самые большие сложности у агрессора с разработкой высокотехнологичного вооружения. Постсоветская техническая база позволяет продолжать выпуск старых образцов. И то в меньшем количестве, чем до начала полномасштабной войны России против Украины.